Секундочку, я тут освещение не включил, секундочку. Всё, набегу, всё, так сказать, поэтому забыл свет включить. Так, друзья, как видно, как слышно, дайте обратную связь, так, отлично, ну сейчас мы, как говорится, из домашних обычных условий, поэтому всё должно быть и видно, и слышно хорошо. Вот, значит, сегодня у нас 26 апреля, среда, традиционно, значит, технико-экономический вебинар. Мы с Алексеем стараемся эту традицию уже не один год не нарушать. Вот, единственное, бывает, и вот, скорее всего, следующее, 3 мая у нас всё будет по плану, будем проводить наш плановый вебинар и в 13 часов, и в 20 часов, и Юни-Скай-вебинар для наших европейских коллег. А вот 10 числа, это через неделю, там будет очень сложный такой, накладываются два события. Алексей будет в это время в Индии на выставке, а я буду в Братиславе, а из Братиславы в Италию, в Венецию. Там тоже будет две конференции большие, и поэтому, как всегда показывает практика, очень сложно в дороге организоваться, чтобы проводить вебинары, поэтому там мы дадим объявление. Я в любом случае и в 13, и в 20 постараюсь включиться с перископа, вот, но всё-таки, если такой возможности нет, то, друзья, сразу предупреждаем, что 10 мая у нас вопрос под вопросом, посмотрим. Сегодня, друзья, как всегда, теперь мы будем вводить в традицию её, я подглядел ещё, когда готовились к выставке в Берлине, когда счётчик шёл и менялся два раза в день, первая половина, вторая половина дня. Значит, и вот мы с Алексеем были на заводе в Шабанах, и опять висел счётчик, опять висел график, 71 день, когда были, когда осталось до Экофеста. А сегодня, друзья, 65 дней, ровно 65 дней, которых осталось до начала Экофеста. Вот, и, друзья, то есть мы говорили вам, что после вебинара в четверг вечером мы выехали, была такая плановая поездка в Минск, мы там должны были встречаться и приезжали ряд сетевых лидеров из разных стран. Вот, мы с Алексеем тут проводили переговоры, подключился к нашей работе, об этом мы тоже сейчас чуть позже поговорим. Наш, ну, в общем, друг, товарищ, партнёр, который включился в проект ещё 16 лет назад и который инвестировал 16 лет назад более полутора миллионов долларов, то есть это серьёзный бизнесмен и посчитайте, что пересчёте с инфляцией совсем, это на сегодняшний эквивалент порядка 20 миллионов долларов. И этот человек опять вернулся в проект, он опять ведёт работу, по некоторым причинам он отходил в сторону, занимался другим бизнесом и сейчас у него очень крупный бизнес, но опять сейчас SkyWay становится основным. Вот, ну и друзья, дальше, конечно, то есть новости вы все большинство уже, конечно, знаете, утаить это всё невозможно. Ещё буквально после нашего посещения в субботу и воскресенье я уже увидел в интернете, что висят картинки Юнибуса, который бегает, то есть это говорит о том, что информация распространяется просто мгновенно и её уберечь невозможно. А действительно, мы сейчас по порядку всё с Алексеем расскажем. Получилось так, что мы попали именно на начало ходовых испытаний, когда Юнибус встал на путевую структуру. Причём это особенно для меня было неожиданно, это было полный, скажем, такой, не то что экспромт, у Юницкого это была такая уже спланированная технологическая вещь, а буквально за неделю, две недели до этого был разговор. Я видел, как Юнибус на заводе работает, испытывается на технологической трассе, то есть там катываются узлы, агрегаты, сама путевая структура, которая стоит на территории завода. И был такой разговор, что покажем его только на экофесте для того, чтобы это было уже, так сказать, и серьёзная администрация. Вот и самое главное, да, по времени будет доведена до такого уже значимого, скажем, периода сами испытания работы, и это уже будет, ну, скажем так, не начало, вот как мы с Юнибайком прям с нуля в перископе показывали первый запуск, и очень много нюансов, которые могли произойти, вот, поэтому мы 29 ноября не называем день рождения и Skyway, потому что это начало ходовых испытаний. Но там был принципиальный вопрос, что в ноябре должна была быть технология показана, и она была показана, и она поехала. А сегодня, когда такой принципиальности нет, вот, то это вопрос, друзья, уже был такой технологических испытаний. Но жизнь вводит свои коррективы, и буквально на прошлой неделе была согласована приезд официальной правительственной делегации Индии, вот, соответственно, с министром транспорта, уже с обсуждением конкретных проектов и конкретных контрактов уже на строительство и легкой, и скоростной, и экотехнопарка на территории в Индии. Ну, естественно, что министр Индии транспорта попросил, чтобы была продемонстрирована именно Юнибус, как основная часть городских перевозок, вот, и Юницкий принял решение быстро поменять технологический план, вот, и, соответственно, мы, когда приехали в Шабаны, это завод рядом с Минском, мы увидели, как Юнибус грузится на платформу и уезжает в экотехнопарк. Ну, у нас даже мысли не было такой, что когда мы туда приехали буквально через три часа, вот, и у нас там было совещание, мы проводили там определенную такую рабочую встречу с инвесторами, и в этот момент, прямо на наших глазах Юнибус поставили на путевую структуру, и он поехал, и вот начало таких испытаний, причем это без всякой, друзья, помпы, без всякой, там, как мы это с Юнибайком делали, без всяких, там, громких фраз, это начало ходовых испытаний, естественно, что мы договорились, что мы в Перископе это не показываем, вот, и сразу тоже никакой информации об этом не давали, потому что это первый прогон, это первые шаги, уже Юнибуса такие на путевой структуре, вот, причем сразу, друзья, надо и оговориться, и сразу четко сказать, что путевая структура, она сейчас находится в состоянии испытаний, то есть там внутри лежат, внутри рельсов находятся струны, канаты, но они еще не под напряжением, они не натянуты для того, чтобы нет, сейчас провести испытания именно самой путевой структуры, потому что очень много разговоров, очень много нам эти, как мы их называем, а-ля тролли, но которые в инженерии Нико абсолютно ничего сказать не могут, сообразить, ну вот они там задают всякие и ставят всякие очень глупые вопросы, и один из таких вопросов, а что будет с трассой, если произойдет обрыв струн, соответственно, или разрушение одной анкерной опоры, то вся трасса сложится, и я это слышал, друзья, от реально очень таких академиков высокого уровня, которые утверждали, что разрыв это и опасно для окружающей среды, так как атомный взрыв, будет очень много разрушений вот этой натянутой струной, на что сейчас демонстрируется, что если разрыв будет внутри, то вообще ничего со структурой не произойдет, она будет даже работать, но если не в штатном режиме, то можно будет добраться до ближайшей станции, и никакого разрушения фатального свойства не произойдет. И там это связано с технологическими сложностями, нам очень долго Юницкий объяснял и показывал, что сейчас эта ферма эстакада работает как обычная эстакада, обычная именно металлическая конструкция, балка, которая по определенным сейчас законам работает на жесткость, на изгиб. Соответственно, это демонстрация сейчас того, что жесткость этой балки вполне достаточно, чтобы 14-местный юнибус перемещался, и запасы еще очень большие, что даже когда он будет с 14-ми пассажирами, для путевой структуры это не, соответственно, не угрожает. Но, друзья, так как это балка без предварительного напряжения внутри и без натяжения самих рельсов сегодня, то там работает вот эта основная сегодня проблема всех и рельсов, и железной дороги, это тепловое расширение. И поэтому тепловой шов, который там приходится сейчас учитывать и делать, он на расстоянии километра достигает практически там 80-100 сантиметров, то есть это практически метр, где эта балка расширяется. сужается в течение суток, и все это гуляет, и это все надо учитывать. И естественно, что когда это все будет выведено в штатный режим, будет дано напряжение, этих проблем, в принципе, не может. Но это тоже очень интересно, друзья, демонстрирует отличие обычной железобетонной балки или металлической конструкции и предварительно напряженной дороги Skyway. То есть это тоже очень интересные такие научные данные, которые сейчас получаются инженерные и практические для того, чтобы дальше эксплуатировать. Ну вот, друзья, мы увидели этот запуск, мы, естественно, там все друг друга поздравили, но для меня, я очень долго находился под впечатлением, и Иван Анатольевич потом спрашивал, я говорю, Анатоль Дарвич, ну вот фактически это сейчас машина, которую вы, вот к созданию которой вышли 40 лет, эстакада, которая тоже создавалась не один десяток лет. В Озерах мы, с учетом, что приехал бизнесмен, который финансировал вместе, ну то есть вместе с Александром Ивановичем Лебедем, именно вот этот вот первый полигон в городе Озерах, я говорю, вот тогда был первый стенд с дедушкой нашего юнибайка юнибуса, а мы были, тоже это такое интересное совпадение, что мы, когда приехали в Шибаны, то на территории этого завода видели уже последнее там приготовление этого дедушки к тому, чтобы он уже переехал в Экотехнопарк, соответственно, колеса уже металлические, ну по которым он ездит уже по путевой структуре, вообще так сказать, вот это как раз то, что из обломков того ЗИЛа, который остался в Озерах, восстановлен новый такой экспонат уже такого мирового музея Skyway, ну и соответственно мы заговорили, я говорю, как вы ощущаете, он говорит, ну с одной стороны уже как бы привыкаешь, потому что это идет огромная работа и это все шаги, но с другой стороны, конечно, чувствовал такое очень приятное, как это можно назвать, приятные усталости, оно сейчас присутствует и, конечно, это значимое событие, вот, и здесь как раз, друзья, вот все, что связано с, ну как бы, с усталостью, с совсем просто, когда мы были в Шибанах на заводе, то есть видели, как он сейчас происходит, его оборудование, потому что он буквально недавно стал, перешел в собственности, о, Алексей сделал очень классную, конечно, сейчас фотографию, еще побед не показывали, то есть видите, демонстрация, кстати, Алексей, классная фотография, это очень здорово сейчас, как иллюстрирует, вот, как раз эта демонстрация была губернатору Громову, там тоже был Дмитрий Владимирович, да, вот на фотографии внизу, видите, это Терехин, это как раз инвестор, который финансировал в начале 2000 года полигон, и видите, насколько это поколение, первое поколение Skyway, то есть когда путевая структура, когда ЗИЛ-131, и вот уже четвертое поколение, вот то, что сегодня уже идет на, именно, уже входит в рынок, и то, что сегодня уже заказывают, это вот первое поколение технологии Skyway, и вот четвертое поколение, друзья, Skyway, и объем работ, который сейчас делается на заводе, в конструкторском бюро, как идет переоборудование, то есть мы видели своими глазами, где сейчас уже идет монтаж оборудования, связанный с лазерной сваркой, с лазерной резкой, с 3D-принтерами, с интеллектуальной вакуумной формовкой, вот, то есть это все такие новейшие, друзья, сегодня разработки, все это будет использоваться и именно для создания опытных, экспериментальных машин, а дальше уже... А, тут Андрей, так сказать, вот, это как раз такая активная сейчас работа, и мы вместе с Сенкевичем, это главный технолог, ну, главный инженер подвижного состава, то есть, конечно, все в таком приподнятом настроении, и вот мы проходили, видели как раз и мастерские, которые сегодня изготавливают модели, модели 1 к 5, 1 к 10, 1 к 20, нам даже показали точную копию модели, которая была презентована президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко, именно их несколько моделей сделаны, вот точную ту копию, которая сегодня находится в администрации президента, мы увидели там наверху именно точная копия эстакады, наверху подвижной состав, который мы с вами увидим в эко-технопарке, но в модели пока 1 к 10, это 1 июля, вот, а, соответственно, внизу модели юнибусов уже и 14-го местного и 24-х местного, и, соответственно, мы увидели изготовление этих моделей, как это работает сегодня мастерскую, увидели, как работает вакуумная формовка, вот, как сегодня создаются вот те, вот мы говорили с Алексеем, что мы участвовали на закладке, когда были с нашими словакскими партнерами, когда только-только началось первое изготовление каркаса юнибуса, сегодня именно 24-х местного, сейчас мы уже находились в корпусе, мы видели уже его узлы, агрегаты, как они монтируются, и до 1 июля, друзья, он встанет уже на как раз вот эту подготовленную трассу, мы видели две разновидности юникаров, которые создаются сейчас для путевых структур и, соответственно, эстакады, которые будут уже специализированно перевозить уголь и руду, вы тоже увидите 1 июля эту работу, и вот, соответственно, когда мы приехали в экотехнопарк, то там работа кипит абсолютно по разным направлениям, начиная от благоустройства, то есть где идет выравнивание почвы, укладка газонов, то есть высаживание деревьев, то есть идет подготовка уже постамента для нашего дедушки Ю-21, вот он, соответственно, вот прям, как вы его видите, вот точно так же он и будет стоять в технопарке на нашем эко-фестивале, и идутся работы сейчас по созданию еще одной станции для Юнибуса, Юнибайка, то есть небольшая станция, которая позволит именно там уже обслуживать и, соответственно, эксплуатировать Юнибайк в таких, мы увидели монтаж 200-400-200, который, вы все знаете, что это такое, ну и, соответственно, объем параллельных работ, и когда мы стали уже потом обсуждать конкретные проекты с Дмитрием Владимировичем Терехиным, еще с нашими партнерами адресных проектов, которые на тот момент только обсуждали мы порядка, наверное, 10 или 11, вот, то я просто задал вопрос, я говорю, Анатолий Владимирович, вот я всегда на вебинарах рассказываю о дереве целей, то есть что такое дерево целей, когда есть начало, есть конечная точка 1 июля, и дальше параллельно ведутся огромное количество работ, задачи которых сойтись в одно месте, в одно время, вот сегодня это 1 июля именно Экофест, и представляете, друзья, вот от самой небольшой задачи, которая сегодня ставится до изготовления подвижного состава, до сегодня подготовки компонентов, которые к нему идут, соответственно, все это должно быть увязано и все это должно быть расписано по целям, по задачам, по исполнителям, по материалам, по срокам, по качеству изготовления, по финансам и по контролю, вот, соответственно, сегодня единственный человек, который может держать это в голове и контролировать, это, конечно, сам Юницкий, как генеральный конструктор, и я просто попросил, говорю, Анатолий Владимирович, вы можете посчитать, сколько параллельно решается задач вот сегодня для того, чтобы Экофест прошел именно как мы его декларируем, чтобы он именно продемонстрировал, показал, так, тут Станислав пишет, модель 1, нет, во-первых, не 1,50, а 1,20, вот, соответственно, вы тоже увидите эту модель, где-то она у нас даже на фотографиях есть, но сейчас вот в этой спешке, я, честно говоря, даже не стал сейчас ее искать, вот, и мы начали считать, друзья, сколько выполняется, и дальше без учетов адресных проектов, которые, а это тоже каждый из которых требует проработки, требует отдельного внимания составления документов и так далее, то это около сотни одновременно решаемых задач, я, честно говоря, при одной мысли, сколько надо держать в голове, и как это все параллельно устраивать, не отстал, и почему я сейчас это говорю, друзья, что сейчас, когда мы это говорим, или говорили там какое-то время назад, и сравнивали, говорим, что создается технология, что это огромная работа, то можно было относиться к этому очень, так, знаете, осторожно, особенно, как наши тролята любят, так сказать, как бы это, вот, что может делается, может нет, может происходит, а может не происходит, но когда, друзья, есть результат, когда сегодня уже идет, когда работа, то начинаешь понимать, какого огромного усилия, какого огромного сегодня именно потенциала, который закладывается именно с производства, с инженерной, с управленческой точки зрения, эти все, друзья, задачи, они сегодня требуют, и поэтому это, друзья, наша общая такая победа, и опять же, Юницкий, наоборот, просил не делать из этого события никаких там значимых, как мы говорили, там 29 ноября, это день рождения Скайвея, нет, друзья, это сегодня промежуточный этап, мы поэтому даже не акцентируем на дате, когда это произошло, хотя это произошло 21 апреля, мы не акцентируем на том, что это знаковое вехо события, которое сегодня показывает развитие дальнейшей технологии, хотя такое вехое событие у нас будет 1 июля, но тем не менее, друзья, это очень значимое событие, это то, что развивается КБ, то, что работает опытное производство, то, что строится экотехнопарк, то, что приезжают, это мы всегда в одну цепочку устраиваем, заказчики и приезжают сегодня те, кто потенциальные инвесторы, крупные инвесторы на экотехнопарк, это все, друзья, говорит о том, что все это движется и все это активно идет. И таким образом мы с вами все стали свидетелями о том, как мы, как команда, как инвестпроводящая система, которая создана инженером юнитским, как краудинвестинг для того, чтобы продвигать и финансировать этот проект, он активно идет и развивается. И здесь, друзья, конечно, это все вкупе, особенно тех задач, которые мы дальше решали и те, которые будут решаться, о каких-то из них еще рано говорить мы не можем, каких-то вы узнаете уже по ходу реализации. Сегодня, конечно, основная концентрация, это уже идет на адресные проекты и они сейчас прорабатываются и делаются в огромном количестве, только я могу сказать, что сейчас в разработке где-то около 40, 6, около 50 адресных проектов. Какой из них пойдет первый, это покажет время, какой из них стадия дальше будет, так сказать, это время покажет. Но на сегодняшний момент основной элемент технологии Skyway уже на вашем экране, это не Photoshop. Я как живой свидетель могу точно сказать, что я активный бус видел, я видел, как он двигается, поэтому верите вы или это не или нет, это опять же для наших друзей, мне все равно. Это увидите на испытаниях, то есть я уже даже прочитал в интернете, друзья, что мы в очередной раз показываем какой-то Photoshop о том, что не существующие модели. Это, конечно, друзья, глупость абсолютная, поэтому даже неинтересно это комментировать. Вот. И мы стали свидетелями вот этого события, которое вот лично для меня и лично для Юницкого, ну и вот для Дмитрия Владимировича Терехина, это тоже очень такой знаковый момент. Потом тоже, что для нас было абсолютно неожиданно, то есть когда мы уже выезжали с Экотехнопарка, Юницкий так хитро смеялся, говорит, помните, на меня говорит, вечно ты попадаешь в какую-то историю, имеется связанную со SkyWay, говорит, когда я был, вот Алексей был, была наша делегация с Словакии, Чехии, вот, мы как раз сидели в Экотехнопарке, это было в прямом эфире, друзья, это вот кто смотрит, вы, наверное, помнили, когда приехал юрист и сказал, что обл. полком, который раньше отказал в отделении земли, принял решение задним числом, выделить землю 16 километров, которые раньше не хотел выделять там под разным причинам, что не серьезный проект. А произошло все из-за того, что Анатолий Дуарч обратился к президенту Лукашенко сказать, ну если вы не хотите, чтобы мы здесь строили и развивали технологию, у нас есть большое количество предложений, мы уйдем из страны, но от этого Белоруссия потеряет. Вот, и буквально через там несколько дней задним числом выделили землю, выделили участок, который просил 16 километров длиной. Вот, но дальше Анатолий Дуарч говорит, так как мы уже тогда посмотрели, они нам отказали, мы стали искать новые варианты и нашли более интересный вариант. И когда они сказали, приходите, забирайте документы на 16 километров, он говорит, нет, нам уже эти 16 километров не нужны, нам нужны другие и сделали другую трассировку, более сейчас интересную для Skyway, уже 22 километра. Вот, ну и соответственно, обл. полком без всяких вопросов, выделил эту землю. Вот, и он говорит, давайте я вам покажу. И мы проехали вдоль всей этой трассы, 22 километра, там есть все и болотистые вещи, и горы, и реки, и надо пройти будет под линией электропередач. Тоже, ну то есть весь комплекс, что сегодня встречается в строительстве именно трассы Skyway, которая будет строиться в реальном времени. И мы даже были на том месте, прямо в поле, где будет стоять вторая анкерная опора, разворотная станция, через два километра, где будет разворачиваться, соответственно, уже скоростной юни-лет. Вот, он будет развивать скорость до 500 километров в час. И что для нас самое, друзья, примечательное, что строительство это начнется не то, что там, конец года, это начнется в этом году, сразу после экофеста начнется проектирование, изготовление тювых структур, и к осени начнется строительство. А к осени следующего года уже эти 22 километра будут закончены. За это будет изготовлен, время изготовлен уже скоростной юни-лет, уже будет он проходить ходовые здесь испытания, и когда будет закончена путевая структура, он уже начнет постепенно давать скорости, которые сейчас декларируются. Поэтому здесь тоже, друзья, ничто не расходится, ни слова с делами, ни те декларации, которые есть в технологии, с демонстрациями, которые сейчас идут. Ну и здесь, друзья, я еще раз обращу внимание, чтобы вы понимали, потому что очень много сталкиваешься с таким, особенно я там с крупными бизнесменами, там еще, так сказать, которые там, ну подумаешь, там, ну создали, ну повесили вот какую-то кабинку, там, ну создали какую-то истокаду, там, ну сделали, там, ну еще что-то, так сказать, понимаете. Ну, что в этом такого? То есть человек, который не понимает, что происходит, ему все равно по трудозатратам, по инженерным затратам, по интеллектуальным затратам, что здесь происходит. А я хотел бы, друзья, акцентировать ваше внимание, вы все работаете сегодня с инженерами, все работаете с инвесторами, все работаете с людьми, которые сегодня подключаются к проекту, чтобы вы понимали, в чем ценность, друзья, именно ценность вот того изображения, той фотографии, которую вы сейчас видите, где стоит 14-местный юнибус. И здесь как раз, друзья, очень многие, даже те, кто давно в проекте, они этого не понимают. Я прошу, чтобы вы отнеслись к этому серьезно, запомнили, если что, кто-то будет говорить, давайте прям выдержки на это, чтобы вы понимали, какую систему мы создаем, друзья, потому что это тоже не приходит. Особенно меня, друзья, веселит вопрос, когда говорят, а чем вы отличаетесь от, допустим, монорельса, или чем вы отличаетесь от поезда на магнитном подвесе. То есть, когда человек слышал что-то, но реально объяснить не может. Или, допустим, от скоростной железной дороги ТЖВ, допустим, или там китайской скоростной дороги. Вот сейчас я вам начну, друзья, перечислять. А потом в конце задам еще один вопрос. Отличается то, что сейчас вы видите от скоростной железной дороги или от монорельса, или не отличается? Вот вы сейчас видите балку, это четыре управляющие, где находится натянутая струн, которая дает жесткость, и, соответственно, примычки, которые дают этой конструкции жесткость во всех плоскостях. Внизу сейчас вы видите на одном рельсе, то есть на одном рельсе висит сейчас юнибус. Это 14-местный городской лифт, ну, то есть система городского лифта, которая вот на такой простой конструкции может перевозить до 500 тысяч пассажиров в сутки. 500 тысяч, друзья! Это сегодня производительность московского метро, потому что московское метро перевозит 10 миллионов, но у нее порядка 24 веток, поэтому тоже меньше 500 тысяч. Но вы представляете московское метро со всеми ее станциями, эскалаторами и ценой за один километр уже около 300 миллионов долларов. Так вот, вот эта система, это полная ее замена. Полная альтернатива сегодня московского метро. А у нас вот такой небольшой рельс один и 14-местный юнибус, соответственно, который с частотой там в полторы-две секунды может обеспечить любой пассажиропоток, который, я говорю, требуется вплоть до 500 тысяч пассажиров в сутки. Это первое. По этой же путевой структуре может перемещаться юнибай. Он сейчас стоит рядом на другой путевой структуре, вы его все видели. Вот, соответственно, он может ехать тоже по этой легкой путевой структуре, и поэтому это уже двойная система. Сейчас изготавливается уже городской юнибус, производительность которой уже больше, чем 500 тысяч пассажиров в сутки. Это уже 24-местный. Вот. И, соответственно, он может идти уже в электронной сцепке. И мы тоже с вами это увидим на Экофесте, когда они будут, все наши подвижные составы будут ходить уже в электронной сцепке. Таким образом, друзья, это третья система, которая уже будет би-рельсовая. Она будет на двух рельсах, соответственно, которая еще более мощная по протипропускной способности. Теперь следующее, друзья. Вот то, что вы сейчас видите, юнибайк, он сейчас уже, юнибус, он уже сейчас изготавливается в нескольких вариантах. И в грузовом варианте это уже контейнер. Причем 4 таких, соответственно, юнибуса, это уже 20-футовый контейнер. Поэтому нам много задают вопросов, будем ли мы возить 20-футовые контейнеры. Друзья, глупость абсолютно, потому что сам контейнер по весу тяжелее, чем юнибус. Зачем под него делать такое? Другое дело, что 4 таких контейнера могут вставать 20-футовый контейнер, потом вешаться под нашу путевую структуру. Это тоже таким образом будет унификация. И это может перевозить тоже до 20-30 миллионов тонн, миллионов контейнеров, друзья. Это тоже огромное количество. Это уже четвертое с вами говорю. Следующий вопрос, что эта же система может перевозить, если это будет наливная вещь, что это нефть, газ там, еще что-то, то это уже, но это все грузовые перевозки. Вот, соответственно, сегодня изготавливается, и вы тоже увидите, это 1 июля, подвижной состав, как он называется, уже Юникар, который перевозит сыпучие грузы. И он также, друзья, может идти по этой путевой структуре. Поэтому это уже пятая система, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Ну и, соответственно, сверху это бирельсовая система, то есть два рельса, на которой будет стоять скоростной юнилёт, который будет сначала развивать скорости 200-300 км в час, потом после испытаний, доведения до этих скоростей уже 300-500 км в час, что недостижимо сегодня для железной дороги. И, в принципе, максимальная скорость, которую может дать скоростной юнилёт, это до 600 км в час. Дальше Юницкий по всем расчетам скорость увеличивать без смысла нет, потому что будет резкое увеличение мощности и затрат. И при этом, друзья, это совсем другие затраты для сегодня и строительства, и передачи. Вот теперь я вам задаю вопрос. Вы можете задать вопрос, что когда у вас скоростная железная дорога работает, а ещё по ней что-нибудь может ездить? Так вот, по скоростной железной дороге сегодня ничего больше ездить не может. Она эксплуатируется 8 часов, в остальное время шлифуются рельсы. Поэтому здесь, друзья, не говоря уже о грузовых перевозках или ещё каких-то сопутствующих перевозках, а у нас в одной системе и лёгкая прогулочная система индивидуальная, это юнибайки и юнибусы в системе городского лифта, то есть когда в стоячем может 14 человек перемещаться со скоростью 150 км в час. И 24-местный юнибус, в котором уже есть и сидячие, и стоячие места, это уже система городского автобуса, который разводит, тоже 150 км в час. И три разновидности грузовых, и сверху это ещё находится с скоростной дорогой, которая развивает скорость до 500 км в час. И причём вся эта, друзья, цена всей этой системы меньше, чем просто одна линия городского трамвая. Так вот, я могу сказать, это можно с чем-то сравнивать, но и это же ещё не всё, друзья. Ещё в каждом сегодня рельсе, в котором натянуты струны, выделяются специальные каналы, где находятся кабели оптикового окна, то есть это ещё и светопроводящая, то есть информационная система, и кабели для передачи напряжения, то есть это ещё и энергетические линии электропередач. И всё это, друзья, соединено в единую систему, и вы это видите своими глазами. При этом, я там одним ребятам, которые были на технопарке, я говорю, вы можете представить, что идёт строительство скоростной железной дороги на 300 хотя бы км в час, а рядом буквально в 20 метрах сажают 5000 деревьев, разбивают виноградники, делают свою ферму там по производству, много чего, это мы с вами на следующем вебинаре поговорим. Мы с Алексеем делаем целую такую серию и будет вебинар про сельское хозяйство. И всё это, друзья, в одном месте и вот в такой вот, в такой экологически чистой зоне, причём полтора года назад. Это был танковый полигон, где были четырёхметровые рытвины, и весь он зарос кустарником и деревьями. А сегодня это абсолютно ухоженная, чёткая территория, где строится трасса универсальная, в которой будет шесть, друзья, составляющих разновидности подвижного состава, где рядом стоит юнибайк, и, соответственно, и этот юнибус тоже может ездить по лёгкой трассе, соответственно, это унифицированная система, и там мало того, что есть пролёт 800 метров с пролётами 40 метров, соответственно, ещё и 200-400-200, это то, что показывает проход большими пролётами на больших высотах. И как раз мы прям сразу после Экофеста начнём делать уже первый адресный проект, связанный с перевозкой леса, и там ещё будем, наверное, до конца этого года или в начале следующего ещё и покажем 400-800-400, соответственно, пролёты, что тоже сегодня для других технических систем просто невозможно сделать и показать. И это, друзья, сейчас тот этап, тот, который мы с вами проходим, он просто как промежуточный такой на 65-м дне до Экофеста, когда будет всё продемонстрировано, показано, на том, когда сегодня всё это готовится к демонстрации заказчикам и, соответственно, инвесторам, которые сейчас приходят в проект. И это, друзья, уже то, что можно сказать реальностью, то, что сегодня мы с вами сделали и то, что мы уже как промежуточный этап, проходя мимо, идём дальше. Поэтому, друзья, я хотел очень чётко сегодня сконцентрировать внимание, чтобы вы понимали, что такое и что вы увидели, чтобы понимать ценность в чём, потому что там многие и деятели. Я тоже сегодня вспомнил такую поговорку, у меня бабушка была очень мудрая женщина, вот, и она ещё тоже очень любила повторять такое, что не показывает дураку незаконченную работу. И сейчас, к сожалению, у нас тот этап, когда ещё не всё закончено, когда не смонтирована до конца путевая структура, она проходит испытания, когда сегодня все узлы и агрегаты работают не в штатном режиме. Мы вынуждены кому-то это показывать. Естественно, сегодня куча дураков начинают задавать кучу всяких дурацких вопросов. Вот, на что сегодня для всех троллей, для всех это у нас есть один ответ. Друзья, вы всё увидите, не переживайте, и ваш конец будет именно тогда, когда мы всё покажем. Поэтому всё, друзья, будет работать в штатном режиме, всё как декларировалось, и всё, так сказать, будет происходить так, как, соответственно, делалось. Поэтому, друзья, я ещё раз всех вас поздравляю, и очень могу сказать, передавая своё к этому отношение, своё ощущение, что мы движемся очень хорошими намеченными темпами, что сегодня уже работает логику, которую я не раз повторял, это горизонт целей, когда уже 1 июля демонстрация, она начинает приближаться, и 65 дней, друзья, это не какой-то безумный срок, и при этом уже начинает вырисовываться. То есть мы увидели контуры уже из следующих задач, то есть скорости 500 км в час, и разновидности подвижного состава, это ещё как минимум там 3-5 вариантов, которые будут, и, соответственно, всё это идёт в такой динамике, в развитии, и как результат, друзья, это абсолютно закономерно, что завтра приезжает правительственная делегация с Индией, уже как раз для изучения, для того, чтобы убедиться, что это реально существует, и это реально работает, и, соответственно, уже обсуждение конкретных адресных проектов и строительство экотехнопарка уже на территории Индии. Это тоже, друзья, абсолютно закономерный процесс. Я не буду вам рассказывать очень многие технологические сложности, которые сейчас идут при изготовлении, там, во-первых, мы будем этому посвящать ещё ряд вебинаров, а во-вторых, это всё идёт постоянно в репортажах, которые идут из конструкторского бюро и, соответственно, в репортажах, которые идут в производстве. Ну вот, друзья, я даже не буду сейчас, мне днём задавали вопрос, как я отношусь к ОФЗ, то есть сегодня правительство России запустило федеральный заим, обликационно-федеральный заим. Я просто сразу, когда этот вопрос задали, говорю, друзья, вас не наводят на просто аналогию такую, что перед этим в последний раз правительство Российской Федерации делало заим до 1998 года, который закончился полным дефолтом и, соответственно, все эти облигации были дефолтированы и не оплачивались. Соответственно, потом у нас был кризис с 2008 года и сегодня, в 2017 году, когда правительство опять запускает облигационный федеральный заим, накануне 2018 года, я вам могу сказать, друзья, что-то у меня нехорошая ассоциация, плохое предчувствие. Ну а, соответственно, кто хочет инвестировать в государственные облигации с доходностью 8-10%, это ради бога, так сказать, но мы в эти игры не играем, у нас предмет инвестирования, предмет политики, предмет наших, как говорится, устремлений и всех, это только Skyway, это и наша политика, и наши финансы, и здесь, друзья, у нас один ответ на все вопросы. Строй Skyway, спасай планету. И для этого, друзья, у нас все есть, мы для этого все делаем, и в этом плане, друзья, у нас очень много, что серьезно получается. Вот. Ну вот, друзья, вы помните, что у нас, соответственно, вечером в 21 по европейскому времени, то есть это как раз 21 по московскому времени, это в 20 по европейскому. У нас следующий, как мы его назвали, Юни-Скай-вебинар, мы его ведем для европейских партнеров, которые сегодня являются основными инвесторами в проект Skyway. Еще раз повторяю, основными инвесторами, потому что доля русскоговорящих, России, Беларуси, она постоянно и очень быстро снижается. Это не то, что она уменьшается в абсолютном качестве, она в относительном. Это говорит о том, что к нам подключаются все больше и больше партнеров, то есть, как мы говорили уже, друзья, что инвестиции, которые были соизмерены со 100 тысячами, потом 500, теперь миллион, это уже абсолютная реальность. И эти инвесторы приходят, которые уже видят интерес венчурного проекта и на сегодняшней стадии с большим удовольствием входят наши проекты, поэтому мы, друзья, делаем, так сказать. Вот еще раз вам Алексей показывает эту фотографию, то есть с Юнибусом, это технология четвертого поколения Skyway и дедушка, соответственно, нашего Юнибуса Юнибайка Ю-21. Ну все, друзья, я на этом передаю слово Алексею, он дальше расскажет, как всегда, он был участником всех этих событий, он так же, как и я первый раз все это увидел, он расскажет вам свое мнение, а я, друзья, уже тогда переключаюсь сейчас, я не буду больше включаться, Алексей закончит вебинар, вот, а потом уже подключится ко мне на Юни-Скай-вебинар, вот, потому что сегодня, ну, то есть всю эту информацию, все эти новости точно так же хотят и слышать, и знать, и участвовать в них также наши все европейские друзья, и мы тоже, друзья, все это активно делаем и активно развиваем, поэтому передаю слово Алексею. Все, друзья, спасибо за внимание, значит, давайте до встречи. Благодарим Сергея Анатольевича. Ну, вообще, вот, если смотреть год-полтора года назад, то после Сергея Анатольевича сказать больше нечего, но сейчас новостей и видения, взгляда на проект Skyway настолько много и настолько это все расширяется у всех активистов, то есть мы следим активно и за social media, вот, допустим, картинку, которую вы видите в логике, которую мы устаканили еще в конце 2016 года, логика было-стала, и Олег любезно предоставил именно эту концепцию, то есть у нас просто физически не было времени даже это соединить в пенте. Олег, огромная благодарность, это действительно, я думаю, очень серьезно показывает намерения серьезные проекты от Олег Колопин, и, соответственно, люди, которые только будут входить в наш проект, будут видеть, а что же стало с 2001 года и, собственно, по 2017 год. Это действительно серьезная такая дата, я в проекте всего лишь 3,5 года, и я могу только пожать руку, и действительно была огромная честь познакомиться лично с Дмитрием Владимировичем Терехиным, то есть этот человек похож внешне на Романа Абрамовича, я люблю аналоги, люблю ассоциации, люблю символику, поэтому неспроста, наверное, это для нашего проекта, и, собственно, это, я думаю, также повлияет и на создание адресных проектов, и на привлечение инвестиций, потому что Дмитрий Владимирович действительно специалист и профессионал высокого класса и широкого уровня, то есть из человека, который имеет отношение к нефтегазовой индустрии, сейчас он превратился в достаточно успешного бизнесмена, который занимается сельскохозяйственной деятельностью, то есть коровники и другие как бы инновационные именно, не какие-то традиционные и закоренелые технологии используются, и, соответственно, с удовольствием Дмитрий Владимирович погрузился именно в логику сельского хозяйства, агро- и биотехнологий, о которых мы вам обязательно поведаем уже на наших будущих вебинарах, то есть это SkyAgro, и то, что мы рассказывали с Сергеем Анатольевичем, к примеру, год-полтора года назад об сельском хозяйстве, как изменится сельское хозяйство с применением технологии SkyWay, я могу сказать, дорогие друзья, это небо и земля по сравнению с тем, что Анатолий Эдуардович нам, соответственно, доносит информацию, а мы ее транслируем, то есть мы в данном случае выступаем лишь трансляторами инженерной технической школы Юницкого и передаем эту идею на том языке, на каком хотелось бы Анатолию Эдуардовичу передать. Естественно, у нас бывают какие-то грешности, помарки, но мы как ученики, я как ученик Сергея Анатольевича и безумно рад и счастлив сейчас вот вкушать информацию с первых уст от Анатолия Эдуардовича Юницкого. Особенно мне было интересно послушать, а что же даже будет после общепланетного транспортного средства. Естественно, на этом вебинаре об этом не буду говорить, потому что это далекая-далекая футурология, но Анатолий Эдуардович даже знает, что будет после седьмого технологического клада. Но мы вернемся на землю, дорогие друзья. Цель моей поездки, и у меня на день сместилась поездка, извиняюсь и каюсь, что в прошлую среду я не присутствовал на вебинаре, была тому причина. Я проводил очень серьезные переговоры в Москве, вливался, так скажем, в новую и для меня, и я думаю, что вообще для SkyWay. Тусовку, не побоюсь этого слова, потому что принципиально и преимущественно люди там чуть больше 30 лет и до 30 лет. То есть я не буду говорить, что это за общество, что это за люди. Придет время, обязательно узнаете. Но я встретил очень много знакомых на этом мероприятии и могу сказать, что встретил одного человека, который был для меня недосягаем ранее. Этот человек, который в свое время имел в определенном проекте миллионы людей по Азии и люди до сих пор его почитают как Махатма Ганди, потому что очень честно обращался с людьми этот человек. И, собственно, репутация у этого человека кто-то может сказать спорная, кто-то может сказать, что не стоит вообще как-то даже приглашать его на Экотехнопарк. Но я могу сказать, что первый день я максимально попытался его погрузить в проект SkyWay и на следующий день, соответственно, спонтанно совершенно. Я не планировал этого. Думал, дай-ка я попробую свяжусь с Сергеем Анатольевичем, потому что по энергетике они очень сильно похожи, именно как ораторы и именно как люди с очень мощной энергетикой. И исходом дискуссии, после которой Сергей Анатольевич признался, что у него мозг начал скрипеть, этот человек, который имел и имеет поддержку структуры миллиона людей по Азии, сказал, что-то я подзаржавел. Я это не сказал, дорогие друзья, позабыл на дневном вебинаре, но на вечернем обязательно хочу это сказать, потому что этот человек, концепцию своего общества, то есть это общество связано с крипто, технологиями, с криптовалютой. Сейчас он перемещается по всему земному шару, написал книгу и, собственно, сейчас до определенного момента, именно до 20 апреля, он строил всю свою идеологию на основе проекта Венера Жака Фреско. И он был поражен, что насколько проект Венера Жака Фреско в технологическом плане подстает. И не то, что отстает, невозможно сравнивать эти две концепции, потому что Жак Фреско является очень мощным футурологом, визионером. И, соответственно, он представил, каким образом можно получить не ресурсную экономику. И, соответственно, линейные города уже на основе конкретной инженерной технической школы Анатолий Эдуардович и показал в начале визуализации. Сейчас мы видим, что как по крупицам технология SkyWay запускается. То есть 28 ноября был запущен Unibike. Это легкий прогулочный транспорт от 1 до 3 людей может перемещать. Это как спортивное купе, так скажем. Это будет индивидуальный транспорт. И спустя несколько месяцев, уже 21 апреля, был в следующем году уже, то есть вот несколько дней назад, начались ходовые испытания уже Unibus. То есть Unibus это городской пассажирский транспорт, который в данном случае имеет пассажировместимость 14 человек. Но про Unibus, про его функциональность и про его многозадачность, про его универсальность Сергей Анатольевич рассказал. Я хотел бы вам поведать об маршруте своего следования. То есть с Москвы после проведения переговоров с потенциальными крупными инвесторами, серьезными очень сетевыми лидерами, так как не забываем, что наш проект развивается через краудинвестинг. Я отправился в Минск, непосредственно в ЗАО «Струнные технологии», как обычно, прямо с поезда. Мы с Сергеем Анатольевичем, с Дмитрием Владимировичем фактически не спали, обсуждали. То есть Сергей Анатольевич признался, и я подтвержду, что Дмитрий Владимирович это один из тех действительно интеллектуалов и профессионалов высочайшего уровня и класса, с которым можно общаться долгое время и не заметить, как, собственно, время-то и пройдет. То есть мы легли далеко поздно. И, соответственно, приехали. Я встретился с коллегами по Skyway Capital. То есть это представители Индии, это представители Польши, это представители Южной Кореи, это представители даже Японии, несмотря на то, что японцам сейчас именно инвестирование в корневую технологию затруднено у нас. И эти мощные лидеры, то есть это действительно тоже профессионалы высочайшего класса в MLM, они поприсутствовали на ЗАО «Струнные технологии» на территории только 40 минут. Им было достаточно пройтись по этажам, пообщаться лично с Анатолием Эдуардовичем. Я сказал, Пандрей, Томас, у нас сейчас еще также подразумевается экскурсия на производство, на экотехнопарк. Они сказали, что им достаточно этого времени, и они не хотят отнимать время. Я уж не знаю, чем далее они занимались в Минске, но что-то мне подсказывает, что этого действительно было им достаточно. И когда им будет необходимо посетить экотехнопарк и производственную площадку более 2000 квадратных метров, они уже приедут с очень серьезными инвесторами. И я поддерживаю абсолютно эту логику, потому что стараясь приезжать в Минскую область на территорию Мариной Горки, на территории Зао Струнной Технологии. И вообще общаться лично вживую с Анатолием Эдуардовичем Юницким только по конкретике. И, дорогие друзья, после того, как делегация нас покинула, начались реально шквал новостей и шквал событий. То есть, когда мы приехали на производственную площадку, мы увидели, что уже отреставрирован и полностью запущен Йомобиль, прокатились на Йомобиле с ветерком, так скажем. И коллеги, которые после моего первичного знакомства еще в Москве, вот на этой тусовке, показали, что они живут под Минском, не побоялись своего драгоценного времени затратить. И приехали сначала в Минск, то есть примерно 60 километров они живут и выращивают кое-что другое, не сельскохозяйственную культуру на фермах, не буду говорить, что. Кто смышленый, тот догадается. И, соответственно, они были таким вот определенным лакмусом и лакмусовой бумажкой. А как же вообще вот человек с проектом, который был знаком на уровне того, что видел в Инстаграм, в социал-медиа. И многие о нас знают, но многие неправильное мнение сложили. И, дорогие друзья, мы будем менять логику, жестко менять логику. Сегодня мы также общались и с другими фондами, кто привлекает инвестиции, что пора заканчивать эту историю, что вы получите какие-то космические дивиденды там и так далее, будете купаться в золоте. Дорогие друзья, конечно, это будет. Во-первых, это будет не сразу, а во-вторых, настало время говорить чисто о технологии, чисто о том, что было и стало. Показывать, на каком этапе в виде простейших визуализаций у нас были объекты Экотехнопарка и что сейчас построено. Соответственно, какие адресные проекты были в предыстории, новейшей истории Skyway и какие адресные проекты уже сейчас рождаются, какие до 2014 года были подтверждения и именно экспертные оценки мирового масштаба и какие сейчас. Вот этим, дорогие друзья, надо пользоваться. И это повышает рейтинг нашего глобального краудинвестингового стартапа, который все мы с вами сейчас в более чем 230 странах двигаем по всему миру. И если говорить про свои ощущения, дорогие друзья, конечно, это история, ее мобиль, это и профессионализм Александра Сенкевича, именно вот тот замечательный инженер и специалист, опять же, высокого и широкого профиля, кто возглавляет именно все процессы на производственной площадке под непосредственным руководством Анатолия Эдуардовича. И только вот по причине, что Александр Сергеевич когда-то появился в команде, соответственно, мы успели все к инотрансу. И, дорогие друзья, это действительно вот как пощелкать семечки доделать электромобиль. Потому что то, что сейчас создается на базе зао-струнной технологии на производственных площадках, это действительно какой-то космос и это действительно футурология, которая воплощается уже здесь. Мы видели с Сергеем Анатольевичем, про дедушку рассказали, видели юнитраки, то есть эти тележки, которые будут сами загружаться, сами разгружаться. И определенное количество ноу-хау, множество ноу-хау заложено и в этой технологии. До 250 миллионов тонн в год грузопоток сможет обеспечить только одна линия. Будет два вида. Это юнитраки, то есть это именно система вот таких вот тележек и продуктопровод. То есть это система, которая относительно похожа на конвейер, но это не конвейер, потому что в конвейере перемещение идет на роликах, у нас же будет на стальных колесах. И это главное отличие вообще вот помимо аэродинамики, помимо всего прочего, что у нас минимальная площадь соприкосновения с поверхностью, минимальный коэффициент трения колеса, стального колеса от стальную поверхность. И соответственно это будет максимально экономить энергозатраты, это будет минимально использовать материал и соответственно делать наш транспорт действительно мирового масштаба максимально эффективным. И дорогие друзья, вот буквально опять же повторюсь, этой делегации достаточно было посмотреть то, что представили инженеры. То есть на таких экскурсиях всегда показывают то, что вот инженеры разработали в ближайшем прошлом и что можно показать. Соответственно вот есть, есть определенные категории лидеров, которым достаточно 40 минут пробыть. Но соответственно когда мы уже приехали на экотехнопарк, друзья, я могу отметить от себя, что я не устаю и не перестану, наверное, удивляться тому, что происходит сейчас на экотехнопарке. То есть мы уже неоднократно говорили, что параллельно, запараллельно развивается строительство и развитие технологии легкого транспорта, городского, пассажирского, совмещенного с высокоскоростной трассы. Вот видите, уже можно сделать селфи нам с Виктором Игоревичем и поехал. Действительно поехал Юнибус не со скоростью 150 км в час. Лукавить тут и лгать не будем и не имеем права. Но 1 июля, я думаю, что уже будет достигнута эта скорость. И если будет необходимость проехаться, Юнибус обязательно проедется. Но, дорогие друзья, я могу сказать, что все течет, все меняется. И то, что было, допустим, событие неделю назад, это уже далекое прошлое. И то, что планировалось, что будет продление этой трассы, продления не будет. Намекну, только намекну, дорогие друзья, потому что это такая полузакрытая информация. Вот вы видите картинку, фотографию. И позади нас, так скажем, относительно недалеко находится уже территория вот этого тестового участка будущего на 22 км. Природа нам приготовила действительно серьезные испытания. То есть вы видите лес позади нас с Виктором и лес мы преодолеем. То есть трасса будет проходить через лес, а не над лесом, потому что проходя над лесом будет удорожание конструкции. А, естественно, вы помните о том, что всегда Анатолий Эдуардович в первую очередь все сводит к оптимизации расходов и к максимальному удешевлению конструкции и вообще любого объекта экотехнопарка. Вспомнить хотя бы анкерную опору, которую нагрузили реальной почвой, реальным грунтом, причем это плодородный слой почвы. И удешевили анкерную опору на 500 тысяч долларов. Вдумайтесь в эту цифру, дорогие друзья. Когда-то 500 тысяч долларов. Это нужно было поработать фонду Skyway Capital даже не один месяц. Это как раз таки был тот период, дорогие друзья. И придется высокоскоростной трассе пройти и через реку, и придется и через болото пройти. И что самое приятное для меня как человека сразу задумываешься о пиаре, о маркетинге. Трасса 22 километра будет находиться недалеко по ту сторону существующей автострады. И соответственно можно будет даже устраивать соревнования вот тех хваленных электросуперкаров, которые по крайним новостям достигли скорости более чем 400 километров в час. Посоревнуемся, дорогие друзья. Если надо будет, посоревнуемся. Если надо будет, я думаю, что Александр Григорьевич не будет против, если не на такой сильно нагруженной трассе, можем будет перекрыть движение. Если надо будет показать, что 500-600 километров в час и мы можем посоревноваться с аэродинамикой маломагистральной авиации, то есть спортивной авиации, военной авиации, то, дорогие друзья, покажем результат. Сама судьба приготовила для нас этот тестовый участок. И благодарим тех, кто вначале нам ответил отказом, потому что мы получили еще лучше, еще более успешный, так скажем, потенциальный тестовый участок. И Сергей Анатольевич не рассказывал об этом. Вот, пожалуйста, запомните эту фотографию, дорогие друзья. Здесь будет разворотный участок. И я задал вопрос Анатолию Эдуардовичу. Анатолию Эдуардовичу на скорости 500-600 километров в час. Какой будет оптимальный разворот? То есть этот вопрос задавал и господин Чанг. Если, соответственно, подразумевать, что, естественно, скорость будет падать, то это будет на легкой трассе, городской трассе, соответственно, 100-150, извиняюсь, 70-100 метров на высокоскоростной трассе. Если я вдруг ошибся, то мы сегодня советовали с Сергеем Анатольевичем, то это будет 100-150 метров. Я думаю, что Анатолий Эдуардович, если что, нас поправит. И мы зарубим у себя на носу и исправим эту ошибку, если вдруг тут ошибка. Потому что ошибки в инженерной технической школе Юницкого допускать недопустимо, дорогие друзья. И, соответственно, я могу сказать, что, несмотря на то, что это грандиозные события, это рабочие моменты, дорогие друзья. И то, что вот завтра, послезавтра посетит делегация, серьезная делегация по одному из проектов. И на территории этого проекта очень серьезная сейсмоопасность, то есть 9 баллов. Очень серьезный такой сложный рельеф, то есть горная местность и даже не то, что горная. Не буду углубляться в подробности. В общем, удорожает это все стоимость проекта. И если вдруг стоимость проекта нам будут предлагать недопустимую для реализации, то, естественно, демпинговать в этом плане мы не имеем права, потому что это будет уже неэффективное построение сети адресных проектов. И действительно, это радостно. И счастье огромное слышать, что Анатолий Эдуардович задумывается даже об этом в Индии. Я искренне надеюсь, что своими глазами смогу наблюдать территорию будущего экотехнопарка, территорию будущих адресных проектов. То есть не загадывай, дорогие друзья, потому что эти встречи и это общение, это уже достаточно такая секретная информация. И многое сейчас вот вы видите, несмотря на утечку. Неизвестно, как утекли вообще кадры об запуске Unibus. То есть как-то эта система работает. Но, дорогие друзья, у кого были эти фотографии, в том числе у меня они на мобильном телефоне были. Более того, я не подразумевал, что мои фотографии, в том числе, будут беспользоваться. Я бы пофотографировал с различных ракурсов Unibus. Но будут репортажи официальные. Сейчас наш отдел именно медиасопровождения и отдел пиара, отдел видеомаркетинга, зао струнные технологии Евгений Петров, Михаил Кириченко и все операторы заняты несколько другим. Это будет сюрпризом на экофестивале, который увидят многие акционеры. И, соответственно, сейчас я могу сказать, что мы отработали еще один этап технологии. И я рекомендую всем просмотра, дорогие друзья, кто задается вопросом о конкурентах таких, как Hyperloop, то есть этот высокоскоростной поезд пули в условиях фар-вакуума, который планирует перемещаться. Но как планируют перемещаться, если остановили строительство, заморозили строительство? Всего лишь 500 метров участка было построено. И посмотрите фильм «Время первых». Это фильм про таких вот именно первых космонавтов на «Восходе-2», которые совершили выход в открытый космос. «Леонов» и другой космонавт. Замечательный фильм, потому что он показал всю сложность технологии, всю сложность конструкции для того, чтобы перейти в условия фар-вакуума из нормального атмосферного давления. Дорогие друзья, там показано примерно, какая система шлюзования должна быть. Посмотрите, даже перемотайте просто, когда они находятся уже в открытом космосе. И представьте, представьте, смогут ли реализовать наши дорогие партнеры по транспорту второго уровня, коллеги, соратники. Естественно, я чуть-чуть с ухмылкой, с иронией это называю. Но, дорогие друзья, посмотрим. А у нас еще один этап технологии отработан. Я спросил у Анатолия Эдуардовича, когда будет закончено производство и создание сборка высокоскоростного подвижного состава при достаточном финансировании, дорогие друзья. Фильм называется «Время первых». При достаточном финансировании, дорогие друзья, это будет закончено до конца этого года. И при достаточном финансировании, всегда я буду это подчеркивать, соответственно, в сентябре, в октябре 2018 года. То есть уже это будет эпоха новая такая инотранс второй у нас по счету. Соответственно, уже будет или в 19-м году вроде бы инотранс. Сейчас я не вспомню, дорогие друзья. И, соответственно, мы сможем продемонстрировать уже перемещение высокоскоростного подвижного состава, то есть юни-лета нашего. Ну, а, соответственно, когда этот этап будет отработан, мы будем плавно уже приближаться с тем обилием реализованных адресных проектов и реализуемых на тот момент адресных проектов. Мы, соответственно, уже будем приближаться к отработке технологии гиперскоростей. И те, кто помнит вебинар на день космонавтики, понимает, что и гиперскорости это отработка перед созданием именно малой модели общепланетного транспортного средства. Больше я не буду грузить, дорогие друзья, потому что это сложно к пониманию для новичков. Но одно я могу сказать, что сейчас вот то, что будет продемонстрировано в 2018 году, в начале года при достаточном финансировании, это спасение для России, дорогие друзья. Я искренне надеюсь, как патриот, как россиянин, как русский, что услышат о Skyway именно на высшем уровне, начнут поддерживать. И не могу не с огромной радостью сказать о том, что Алексей Циденов, который переместился из Министерства транспорта Российской Федерации уже на пост главы Бурятии, рассматривает технологический био-агрокластер. Об этом мы поговорим уже на следующем вебинаре и поддерживает технологию Skyway. Огромный и низкий поклон вам, Алексей Циденов. И, соответственно, я могу сказать, что, дорогие друзья, после Руслана Усмановича Готарова пойдет вереница, пойдет цепь губернаторов, которые будут посещать, потому что идет работа и по России, и мы, как тот, кто начали вообще проект Skyway именно в плане финансирования. Я имею в виду прорусских. Соответственно, по всей видимости и по всей доле справедливости судьбы адресные проекты высококапитализируемые должны реализовываться и на территории Российской Федерации. Ждем, дорогие друзья, надеемся и получаем. Как говорится, придумываем, думаем об этом и воплощаем. А что касается воплощения со стороны зауструнной технологии, тут у меня сомнений никаких нет. Несмотря на то, что ЮниЛед это сложнейшая машина, дорогие друзья, и каждый должен понимать, что это более сложная машина, чем Боинги, на которых мы сейчас летаем, аэробусы, потому что это будет перемещение на очень высоких скоростях, до 5000 оборотов, даже больше 5000 оборотов, будет, соответственно, колеса и такосъем будет на таких высоких скоростях обеспечиваться также с колеса. Ну и я не говорю уже про систему автоматизированного управления. Представьте, насколько сложная эта машина. И эта машина уже спроектирована и готова при достаточном финансировании к созданию, к сборке и к первому такому промышленному образцу, который и полетит со скоростью 500-600 км в час в сентябре, в октябре 2018 года. И это, дорогие друзья, основа того, что мы закладываем, что заложил еще более 35 лет назад Анатолий Эдуардович, это основа эко-мира. Поэтому сегодня мы все финансируем этот проект, мы рассказываем новым людям о проекте. И, дорогие друзья, стоит немножко постановиться и на идеологии мы будем не немножко останавливаться на этом, потому что определенные инструменты, которые именно цифрового века, о которых мы упоминали, они будут строиться именно на идеологии созидания и жизни обеспечения для каждого живущего сегодня на планете Земля. И даже расчет этого инструмента будет складываться из выгоды, именно выгоды не денежной, а выгоды получения экологически чистой пищи, экологически чистых продуктов, выгоды использования электричества, интернета через оптоволокно и многое-многое другое. То есть таких факторов, и это уже дискуссия, так скажем, была лично с Анатолием Эдуардовичем, таких факторов более 25, и это все будет повышать качество жизни. И это достойно нашего с вами будущего, потому что сегодня, здесь и сейчас мы строим SkyWay каждый день, кто-то каждый час, кто-то, может быть, раз в месяц спасаем планету и даем дорогу в мир Транснету, сея почву, зарождая гумус для нашего будущего эко-мира. Строй SkyWay, спасай планету. До скорых встреч, дорогие друзья. Ждем всех на традиционном.